Представьтесь, пожалуйста. Очень приятно. Занимаюсь юридическим искусством. Иногда нас приглашают на такие симпозиумы, где мы обмениваемся творческими методами и вообще общаемся с другими художниками из других стран. Они чему-то учатся у нас, мы чему-то учатся у них. В общем, происходит такой творческий симбиоз. И студенты приходят, и с дельней поколения, и в этом случае люди, которые любят творчество, тоже заходят. Здесь проходят выставки иногда, много туристов, очень много поклонников, которые интересуются не только нашим искусством, но и искусством других стран. В общем, в принципе, посискаю меня обратно в глаз, но он художник. Я как-то привык работать у себя в студии, ну как-то в заперти. Но иногда вот к мужику надо где-то выходить куда-то. Выйти за рамки, увидеть, да. Выйти за рамки своей, мастерской. И когда вот это происходит, в любой поиске человек наполняется новой энергией. То есть общение с новыми людьми, общение не только с творческими людьми, но и просто с людьми, которые, просто с зрителями, которые интересуются. Это уже обогащает свой определенный фантазор. И начинается чувствовать себя немножко более приемно. И когда мы обратно возвращаемся к себе в студию, то уже немножко по-другому относимся к своим работам. С новыми мыслями, с новыми желаниями. А так, в принципе, все идет как бы. Знаете, у нас сейчас развитие современного искусства, у нас появление в истории. То есть молодежь, они уже начинают очень смело относиться к искусству. То есть вот эти какие-то определенные... И уходят из определенных рамок. То есть они показывают бусты своей натуры. В то же время они отражают все наши национальные особенности, достоинства. И подносят это в хорошем виде и в свет. То есть выставки азербайджанских художников проходят во многих странах. Вот во Франции, вот сейчас в Китае проходят. И во многих странах. То есть мы активно участвуем. В основном молодежь. Чем чаще всего молодежь интересуется вас? Немножко тенденция такая, что молодежь пока ищет себя. Она находится в состоянии поиска. То есть вот недавно здесь сидели девочки, которые занимались стеклом. Они расписывали стекло. То есть это их как-то увлекло. И они здесь люди широкого класса. То есть я, например, тоже не люблю, но еще картины. Я занимаюсь и чекантой, и стеклом, и петроцом, и керамикой. То есть как-то разбавляю одни детям и стабильник для того, чтобы они немножко вот это интереснее. Не зацикливаясь на одном из них. А так, в принципе, молодежь у нас очень активно. Мы, конечно, студенты, которые уже молодые, которые закончили, они активно участвуют на всех государственных мероприятиях, в публиканском значении выставках, на зарубежных. И помимо того, идут активный образ жизни. То есть часто ездят, приезжают. У нас есть молодежные организации, которые занимаются этим. Называется Министерство культуры нашей Афганики, которые занимаются этим занимаются. У нас есть молодежный отдел сайтов, которые занимаются по гражданам. Так что творческая жизнь кипит, несмотря ни на что. Ну, конечно, в любом обществе есть определенные сложности. Но несмотря на это, творчество, оно заставляет... Оно делает людей людьми. И она делает нас более руманными, более добрыми и немножко оптимистично относительно к тем трудностям, которые временны могут быть. В любом случае, творчество – это божественный дар, который дан человеку для... В том числе и для преодоления этих сложностей. Исусственно. Ну, вот как же так. Спасибо большое. Огромное спасибо. Огромное спасибо.